Привет! В эфире Алексей Коноплёв и вездесущий репортер с новой, неожиданной подборкой событий этого четверга. Сегодняшний день надолго запомнится жителям дома 158 по улице Партизанской. Ночью там искали бомбу. Жителям этого дома прошлой ночью спалось неспокойно. Неизвестный мужчина позвонил на пост дежурного и сообщил, что во дворе дома готовится ни много ни мало террористический акт. Его насторожили странные отверстия в стенах, расположившиеся прямо под газопроводом. Бдительный пенсионер, отставной военный, долго не думал и одним звонком поднял на ноги все службы города. Я не успел выполнить ремонтные работы, потому что вышел покурить и увидел ужас на улице. В случае возгорания этого материала поднимается высокая температура, разогревающая трубу, которая может привести к разрушению трубы, выходу газа и мгновенному взрыву. На мгновение в угрозу теракта поверили и разбуженные жильцы дома. Но когда ситуация прояснилась, да и сон пропал, благодарить спасителя никто почему-то не стал. Люди спрашивают, что нам вещи собирать, документы. Люди уже кошек-собак под мышку собирались сквироваться, потому что у нас первый раз такое мероприятие проводится. Но приехавшие по звонку службы угроза взрыва не выявили. Проведены все необходимые мероприятия. Никакой угрозы для жизни и здоровья жильцов дома не обнаружено. После такого заключения жильцы дома на пенсионера смотрят косо, но он не в обиде и спасибо не ждет. А если вдруг случится новая беда, опять готов прийти на помощь. Ведь он человек военный и даже на пенсии должен родину защищать. Я не ради благодарности, это просто профессиональная привычка. С одной стороны дедушка молодец, перестраховался. А с другой, ну зачем было поднимать на уши полгорода ночью? Но это еще что? Всю силу и мощь самарских служб спасения сегодня ощутили на себе жители Богатовского района. Пожары, десятки спиленных деревьев и пара раскуроченных машин. Таков итог нашествия спасателей на село Богатое. Посмотреть на этих брутальных мужчин сбежало из полсела. Продавцы на местном рынке даже отложили торговлю. Где еще такое увидишь? И огонь потушат, и манекен спасут. Деревенские мужики наблюдают в сторонке, а женщины томно вздыхают. Мне кажется, они все равно немножко такие другие, вот, ну, как бы вам сказать, более смелые. А этим ребятам придется спускаться в задымленный подвал. Надо бежать на помощь манекену Яше. Зрители и глазом не успевают моргнуть, как герою уже тащат на себе пострадавшего. Для настоящих мужчин здесь даже организовали показ мод. Он теплоотражающий, он как термис работает. А дальше был мастер-класс с пилами. В ловких руках спасателей эти инструменты даже музыку извлекают. Специальный гость на пилочном концерте – лесоруб из Архангельска. Друзья мои, работа лесоруба опасна и трудна. Городские силачи покинули село нескоро, оставив местных красавиц томно вздыхать, а мужчин – завидовать. Ведь только настоящих красавцев берут в спасатели Самарской области. В общем, не перевелись еще богатыри на земле русской. И я, информационный добрый молодец, с вами прощаюсь, чтобы увидеться уже завтра. Приходите, будет интересно.